Здравствуйте! Мы находимся сейчас на квартире. Это у нас ЖК Лобачевский. И здесь у нас ремонт квартиры. Квартира готова под штукатурку. Вы видите выставленные маяки. Под маяки заложен слой сетки, стены покрыты бетонным контактом. И также у нас готов штукатурный материал. Почему именно этот материал? Сейчас я приведу несколько плюсов. Я был вынужден переписать их на бумажку, чтобы все не забыть. Один из основных плюсов, потому что этот материал близок очень к белому. Это дает возможность меньше накладывать где-то свое в шпаклевки, меньше иметь вот этих вот проседей через шпаклевку. Когда мастер шпаклюет серую штукатурку, то ему приходится больше повторять операции для того, чтобы добиться однородности. Белая же штукатурка снижает трудозатраты мастера. Это одна из причин, почему мы выбираем вот этот материал. Вторая еще причина данный материал. Можно наносить и штукатурные машины, так и можно и ручные. Потом еще у нас третья причина получается, как мне здесь ребята озвучили, это эластичность хорошая и срок жизни у нее где-то средний между Ротбендом и МП-75 и это становится удобно мастерам. Еще одна причина, это все-таки цена. Цена имеет и играет роль на объемах более 20 мешков, понимаете, да, то есть стройка это всегда затратные мероприятия. Данный материал вполне подходит по ценовой политике. Мало того, что удобно, более экономно, но еще и практично. Сейчас объясню немножечко тонкости технологии, допустим, внедрения именно сетки. Во-первых, сетка заведена под маяк, потом здесь будет перехлест. Этот перехлест дает высшую надежность. Также данная методика внедрения в штукатурный слой сетки фасадной, она позволяет увеличить надежность, надежность ремонта, что немаловажно. Понимаете, когда вы заходите в квартиру после ремонта какого-то, вы на самом деле не можете оценить надежность. А здесь мы как раз пытаемся показать, что это надежнее. Но, говорю, правильный монтаж. Данная сетка должна быть именно в теле. То есть, если даже вот здесь вот наслоено, то раствор должен быть туда внедрен. Надо зайти за сетку и зацепиться за данный материал. Здесь кто-то скажет, что у вас вот здесь часть серого материала, часть белого. Объясню, в чем суть. Пока ждали белый материал, штукатурку веберовскую, нужно было выставлять маяки. То есть, пока шло время доставки, то есть, ребята в ближайшем магазине купили несколько мешков серого материала и выставили часть маяков на них. То есть, основные точки опорные сделали. Хочу показать, как здесь смонтирован блок нами. То есть, здесь ютунговский блок смонтирован именно по технологии. Правильно, это толщина шва. Давайте посмотрим. Здесь буквально, скажем так, миллиметры. Пойдемте туда, в другое место, где вы увидите совершенно другую картину от застройщика. Это ряд блоков, которые возведены застройщиком. Что мы здесь видим? Толщина шва у нас здесь, но больше, наверное, двух сантиметров даже. Да, и, кстати, что еще хочу сказать. Скоро выйдет видео по монтажу газобетона. И там как раз вот некоторые нюансы по поводу толщины шва. Они озвучиваются. Так, здесь мы закончили. И давайте переместимся в другую комнату. Раз вас приветствовать в другой комнате. И что мы видим? Здесь точно так же, где газобетон от застройщика, фасадная стена. Точно так же с сеткой. Точно так же с материалом, который S100 называется. Для повышения надежности. Также, что я хочу сказать о надежности. Вот здесь, давайте посмотрим наверх. Здесь штукатуренные потолки. Кто-то из мастеров скажет, да вы что с ума сошли потолки штукатурить. Я прямо скажу, я бы себе дома тоже штукатурил потолки. Потому что, раз, натяжные меня не очень устраивают. Два, гипсокартон все-таки надо пускать ниже. А штукатуренный потолок, он позволяет сделать слой все-таки минимальный. Что хочется сказать о надежности. Из-за того, что здесь получается слой, местами достаточный, там сантиметра 4. В данном месте мы уже применяем не просто бетоноконтакт, то есть мы туда его не используем. Туда мы используем уже материал вот этот S100 в качестве адгезионного слоя. Он также нанесен зубчатым шпателем. То есть основание стало настолько рельефным, очень пригодным к тому, чтобы следующий материал, гипсовая штукатурка, зацепился за него. К такому основанию материал очень хорошо прилипает и очень хорошо держится. Отличие вот этой методики от методики в санузле только в количестве материала. То есть если здесь у нас идет последующая штукатурка, это гипс, то в санузле у нас идет уже штукатурка ТТ-40. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы кусок штукатурки на голову не упал людям, даже если пройдет лет 50. Надежность прежде всего. Так, мы находимся в другом месте, на этой же квартире. Материал, как я говорил, это у нас штукатурка гипсовая, выброская. Профи-гипс. Белая, которая, я говорил, удобная в применении. Грунтовка со сложным названием, тоже от компании Weber. Ну и самый адгезионный слой, который позволяет нашей штукатурке при больших слоях держаться на потолке. И не падать на голову большими пусками. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok